МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем, кто собирается на праздники за город в Минлескозе, напоминают, леса Мариэл по-прежнему закрыты для свободного посещения вплоть до 21 мая. Таким способом в республике пытаются предотвратить возникновение лесных пожаров, третью часть которых за сезон приходится именно на майские праздники. Так что о массовых походах в лес и шашлыках у костра придется забыть. Пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств возможно только со специальным разрешением. Они выдаются в Министерстве лесного хозяйства или лесничествах Мариэл. Тем временем, к майским праздникам весенний план лесопосадок практически выполнен. На площади в одну тысячу гектаров специалисты лесного хозяйства высадили 50 тысяч саженцев. Работники лесной отрасли связывают с ликвидацией последствий пожаров в районе Хакшайского тракта определенные достаточно смелые планы. Полностью очистить выгоревшую территорию вдоль шоссе от пней. Тогда можно будет приступать к реализации второй части перспективного плана полноценным лесопосадкам на территории площадью полторы тысячи гектаров. Здесь очень трудно восстанавливается лес. Это заметно сразу. То есть там, где понижение, вот есть низинки небольшие, восстанавливаются лиственные породы. А на дюнах, вот эти песчаные дюны, ну как вот восстанавливается такой рельеф. Вот здесь, к сожалению, затруднено восстановление естественным путем. Хозяйственно ценных пород, которые мы считаем, к которым мы привыкли, и считаем они самые красивые и ценные для наших лесов, это сосна. Сосна и в совокупности с березой она дает очень хорошее смешение. Здесь мы обязаны создать леса лесными культурами, чтобы здесь создать красивый лес. Он глаз должен радовать и радовать республику. На дюнах в республиканский день посадки леса высаживаются двухлетние сеянцы сосны. До сих пор на этом участке в течение двух предыдущих лет высаживали лишь березу, как правило, вдоль дорог. Тем временем период лесопосадок уже практически завершен. К моменту начала работ на горельнике площадью 300 гектаров в республике стало на 40 тысяч деревьев больше. А к окончанию сегодняшнего дня их численность должна была возрасти до 50 тысяч. В планы обустройства этого участка, прилегающего к Кокшайскому тракту, входит еще один вид лесопосадок, который, возможно, получится осуществить осенью. В республике заготовлено 15 тысяч черенков вербы. Эти быстрорастущие деревья семейства Ивовых будут высаживаться на горельниках вдоль всего Кокшайского тракта. Верба, она создает хороший ландшафт, и она немножко скрасит вот эту угнетающую территорию, как сказать, вырубки, вот эти все горельники. Вот, она создает хороший ландшафт, особенно весной. То есть приятный, красивый такой вид. Ну и в совокупности с рощами березы. Березу мы тоже здесь посадили. Здесь посажены 1300 штук березы. И, естественно, данные посадки будут дальше продолжаться, потому что это только начало. Лесопосадка – дело добровольное. На этом в Республиканский день посадки леса особенно настаивают официальные лесохозяйственные структуры. И действительно, по данным Мелесхоза, одна лишь Ишкар-Рала делегировала в леса 400 волонтеров. Ну а желающие из числа неуспевших посадить лес в Республиканский день смогут это сделать во Всероссийский. Эта акция состоится 18 мая. Пульс Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Информационная служба ТВ